Дорогие друзья, всем привет! С вами интернет-магазин продавец воздуха и сегодня у нас топ-4 электрических конвектора, которые пользуются покупательским спросом. Здесь у нас и модели из нижнего, и среднего, и верхнего ценового сегмента. Они будут с механическим, электронным и инверторным управлением. Понятно, они все продаются в абсолютно разных пропорциях, но для каждого сегмента есть собой покупатель. Так что, друзья, именно об этих конвекторах мы сегодня расскажем и вы узнаете, а что вообще в тренде в 2020 году, что у нас люди сейчас покупают осенью, если у вас еще нет обогревателя или вы хотите его обновить, пожалуйста, это видео поможет вам сделать правильный выбор. Итак, друзья, наш рейтинг открывает Balusolo Turbo. Это электрический конвектор из эконом-сегмента. Начинается он от 2200 рублей. Внутри него стоит очень мощный нагревательный элемент, и вся линейка оснащена механическим управлением, соответственно, механическим термостатом. Минимальная его мощность идет 1 кВт, максимальная 2,5 кВт, что очень ценно. Называется, поедите и найдите в эконом-сегменте электрический конвектор такой мощности, то есть в 2,5 кВт. Что касается энергопотребления, то жрать он будет достаточно много, потому что все-таки у него идет механическое управление, у него нет режима половинной мощности, а датчик определения температуры находится у него внутри. При этом работает он по формуле, а не слепо снимает температуру 1 к 1. Так что, друзья, если вам нужен надежный, безопасный конвектор, которым вы будете периодически пользоваться, но при этом вы не хотите покупать конвектор за много денег, то, пожалуйста, Балу Соло Турбо. Можно сказать, это дешево, сердито, экономично, надежно и безопасно. Что касается механического управления, не могу сказать, что оно доставит вам много комфорта, потому что все-таки здесь вы задаете температуру в абстрактных единицах. Будет ли им удобно пользоваться? Ну, в целом будет, но всегда есть варианты, которыми пользоваться удобнее. Электролюкс Айрстрим. Это уже среднеценовой сегмент, он имеет уже более приятный корпус, чем, допустим, у Балу Соло Турбо. Передвигается он уже не на ножках. Здесь у него идут уже колесные шасси, которые позволяют его передвигать как угодно. При этом вращаются они на 360. По умолчанию у него предустановлены кронштейны, так что вы можете повесить его как на стену, так и катать. Колеса идут в комплекте. Это уже, так скажем, полноценный конвектор с механическим управлением. Здесь более удобный регулятор температуры, то есть он находится сверху. Здесь стоит более точный датчик определения температуры. И здесь также есть режим полной и половинной мощности. То есть даже вот этот киловаттник вы можете включить в режим половинки, и будет он работать на 500 Вт. Если, опять же, сравнить его с предыдущим конвектором, то здесь стоит нагревательный элемент более старый. То есть технически нагревательный элемент здесь проще, но делает ли это конвектор сразу как-то сильно хуже? Нет, не делает. Этот конвектор достаточно долго держался, ну и, в принципе, держится в топе продаж, потому что людям нравится, как он выглядит, людям нравится Электролюкс, и, в принципе, по нему очень хорошие, позитивные отзывы. Так что, друзья, если вы хотите купить конвектор не из нижнего ценового сегмента, просто потому что, ну, не хочется покупать что-то там какое-то дешевое, окей, вы всегда можете купить эту модель, но помните, то же механическое управление никаким образом не способствует экономии электроэнергии. Друзья, былой Evolution Transformer с электронным блоком управления. Конвектор очень прекрасен, он очень технологичен, внутри стоит крутой нагревательный элемент, конвекционная камера прибора тоже специально выполнена особой аэродинамичной формы, так что конвектор, в принципе, сильно не греется, он не горячий. Этот конвектор очень безопасен, у него нет никаких элементов, которые могут привести к возникновению пожара, так скажем, то есть они, вернее, не могут загореться, они не могут стать источником открытого огня. Что касается блока управления, то он электронный, что вам это дает? Вам это дает то, что вы можете создать конкретную температуру, хотите 24 градуса, будет 24 градуса. У него значительно меньше погрешности, к слову, в отличие от механических блоков управления, она не появляется со временем, она не расшатывается, то есть, допустим, механический блок управления, спустя, допустим, какой-нибудь из нижнего ценового сегмента, через 2-4 месяца, он уже будет иметь погрешность, допустим, 5 градусов, да. Тот же электрический конвектор тоже с механическим блоком управления, но у которого будет уже какой-нибудь капиллярный термостат, будет иметь меньшую погрешность, но, опять же, со временем она тоже увеличится, и, условно говоря, она может потом, там, спустя 2 года использования, составлять 5-7 градусов. Например, вы поставили 23, да, докрутили этот барашек, докуда вам надо, он раз и перегрел, там, на 28-30 градусов, довел до этой температуры, а вы хотели, как бы, меньше. Собственно, друзья, если вам важна точность измерений, если вы хотите сами нормально контролировать температуру, и при этом еще, чтобы это было экономичнее по электроэнергии, пожалуйста, конвекторы с электронным блоком управления, а именно, Baloo Evolution Transformer с блоком управления электронным. Итак, друзья, электрический конвектор номер один в мире, Electrolux Rapid Transformer с инверторным блоком управления. Номером один его делает несколько составляющих, и начнем с самой простой и понятной, это с его нагревательного элемента. То есть, в нем стоит вот такой вот нагревательный элемент, который называется Hedgehog. Скорость его выхода на рабочую температуру всего 75 секунд. Это значит, что у вас дома уже через 15-20 минут после включения будет очень-очень тепло. Эта модель на 1,5 кВт, а в руках я держу отопительный модуль от этой модели на 1,5 кВт. И обратите внимание, что конвектор, сама тушка очень маленькая, то есть нагревательный элемент работает очень быстро. При этом он не испепеляет воздух, его рабочая температура не 300 градусов, она составляет всего 110 градусов, то есть он не сушит воздух, он не жгет кислород, во время его работы не появляется никаких сторонних запахов. С этим конвектором максимально комфортно. Другой момент, который в принципе уничтожает любой другой электрический конвектор на рынке, это его блок управления, а именно инверторный блок управления образца 2020 года. Кроме того, что по сравнению с инверторным блоком управления 2018 года он имеет другой дизайн, так еще он работает по-другому, он уже куда более усовершенствованный и допильный. По нему есть отдельное наше видео, можете его посмотреть. Точность установки здесь 1 градус, но вся его фишка заключается в том, что по сравнению с тем же конвектором с механическим блоком управления, его экономия может достигать до 70% меньше, то есть он в принципе жрет меньше электричества, он работает максимально точно. А по сравнению с электронным блоком управления, экономичность его составляет порядка 30-40%. То есть, друзья, мало того, что это все как бы заявляется, это еще и подтверждено на бумаге, подтверждено испытаниями и воспроизведено не одним и не двумя научно-исследовательскими институтами и прочими организациями. Так что, друзья, если вам нужен максимально технологичный конвектор, максимально безопасный, у которого все элементы, так скажем, из особенного пластика, который в принципе никогда не загорится, не вспыхнет и не станет источником открытого огня, а просто растечется в лужу и который еще при этом не разорит вас с считами за электроэнергию, друзья, инверторный конвектор Электролюкс Рапид. Это вот, друзья, какой конвектор купить напрямую зависит от ваших притязаний. Те, кто хотят получить максимально экономичное, технологичное решение, чтобы конвектор не жрал много электроэнергии, покупают инверторный конвектор. Если вы по какой-то причине не доверяете инверторной технологии, вы всегда можете купить конвектор с электронным блоком управления. Например, Балло Эволюшн Трансформер с электронным блоком, он просто прекрасен. Но в то же время вам ничто не мешает и купить также инверторный конвектор мощностью, к примеру, на 1 кВт, тем самым вы, в принципе, не получите какое-то сверхмощное по обогреву решение, но тем самым вы себя обезопасите от того, что он, к примеру, мало ли не сожрет много электроэнергии. Хотя они очень экономичны, это уже, так скажем, научно доказано, несколько раз воспроизведено, и они реально экономичны любых других электрических конвекторов. Дешево, сердитые и качественно, друзья, это Балло Соло Турбо. То есть в нем есть все, чтобы, условно говоря, включил, поставил, греет. Да, механическое управление, да, электроэнергии будет жрать очень много, но стоимость чуть больше 2000 рублей все-таки делает свое дело. Плюс нормальная гарантия, нормальные элементы, сертификат пожарной безопасности. Называется. Придите в любой магазин и посмотрите, какие конвекторы там продаются за 2-3, и сопоставьте вот с этим малышом, который, в принципе, рвет любой другой конвектор в этом ценовом сегменте. Если же вам, так скажем, нравится, дешево, сердитые и качественно, но хочется что-то более интересное, друзья, пожалуйста, Electrolux AirStream. Это уже полноценный конвектор, у которого идет выносной датчик. Если все же у нас Балу Соло Турбо это, так скажем, экономичный ценовой сегмент, то есть это сегмент эконом, да, то Electrolux AirStream это уже, так скажем, средний ценовой сегмент. Хотя объективно, технологично, например, в плане нагревательного элемента Соло Турбо будет мощнее. То есть, чтобы вы понимали, вот их габариты, да, то есть вот у меня Соло Турбо в руке это полтора киловатта, а Electrolux AirStream это один киловатт. И обратите внимание, что, в принципе, по габаритам этот заметно мощнее, но намного ли он больше? Так что, друзья, помните об этом. Факторов при выборе электрического конвектора достаточно много, так что сделайте правильный выбор. Если у вас есть вопросы, вы всегда можете написать их нам в комментариях. А на этом на сегодня все. С вами был интернет-магазин Продавец Воздуха. Будем ждать вас в наших других видео. И до скорых встреч. А купить это все можно в нашем интернет-магазине с доставкой по всей России и СМГ. На этом откланяюсь. И пока-пока.